Ну, я думаю, что тут есть много моментов. Я объясню. Я думал, что здесь есть совершенно понятные вещи, что и с чего вышло. Ну вот этот фильм, Николай, помнишь фильм про двух... Как он нашел? Нет. Американский фильм, где... Вот я еще пытался просмотреть его. Мы спорили, вышла эта девушка из гостиницы. Должен воин, должен собраться в течение двух минут, там и ничто его не должно удерживать. Как этот фильм называется? Этот фильм называется «Схватка». Вот. Вот. Это вот, пожалуйста, насколько Кастанеда широко. Он в мире. Растиражирован, изменен. Многократно на его базе сделаны, вроде как, свои учения. Итак, Ирина Игоревна начинает читать. Будем стирать сейчас это все с доски. Да, Валера, смотри, Ирина Игоревна начинает. Итак, Р2... Р2-28. 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 Валера, сразу слушай, и будешь объяснять. Теперь ты. Р2-28. Ничто-нечто. В процессе «ничто-нечто» используется следующий вопрос. Какое расстояние вы были бы не против превратить в «ничто»? И когда этот вопрос больше не будет вызывать задержки общения, одитор спрашивает, какое расстояние вы были бы не против превратить в «ничто»? То есть делать больше. Этот процесс считается законченным тогда, когда одитор убедится в том, что приклир может терпимо относиться ко многим «ничто» и ко многим «ничто», чувствуя себя при этом совершенно комфортно. Если шаг R2-24, а именно экстериоризация с помощью расстояния, покажется приклиру нереальным, или если он будет выполнять команды этого шага как-то странно, одитору следует сразу же обратиться к шагу R2-28, затем к R1-10, то, что занимает одно и то же пространство, и только после этого снова вернуться к R2-24. Цель данного процесса – добиться, чтобы тетан терпимо относился к «ничто» и «нечто». Называется «ничто-нечто». Команды, какое расстояние вы были бы не против превратить в «ничто» и какое расстояние вы были бы не против превратить в «нечто», то есть сделать больше. Вернемся к R10. Что там было у нас по поводу R10? То, что занимает одно и то же пространство. Что мы написали? Я не могу вспомнить название. R10-10. R10-10. Искусство сновидения. Искусство сновидения. Да? Это искусство сновидения Карлска Стадаря. Еще есть? Так что, как R9-9? У него через все книги есть момент работы с «нечто» и с «ничто». Где он увидит темную тень на краю опушки леса – это «нечто». Да. Через все книги работа с «нечто» и с «ничто» идет. Понятно, да? Здесь используется фактор скорости, входящий в формулу общения. Спросите приклира, сколько времени между вами и дверью, окном и т.д. Сколько времени между вами и дверью было бы для вас терпимым? Затем попросите приклира пройти это расстояние за тот интервал времени, который он назвал. Пусть приклир делает это до тех пор, пока не обретет способность без подсказок терпимо относиться к очень-очень низким скоростям, так же, как и к очень высоким. После этого используйте команду «начните лгать о своем прошлом». И когда приклир в конце концов сделает это, подавайте команду «продолжайте лгать о своем прошлом». До тех пор, пока приклир не обретет способность лгать о любом отрезке своего прошлого, чувствуя себя при этом совершенно комфортно. Управляемая глупость, сради личной истории и поворот головы сталкера на встречу набегающей волны времени. Сводная процедура. Продолжать или следить? Не, не, продолжать, продолжать до конца. Это десятизвездочный процесс. Сводная процедура. Качество десяти. Да, это звездная процедура, это сводная процедура нескольких процедур. Я напишу десятая книга, потому что она тоже... Все это проходит через все книги. Вот почему очень часто... Я, наверное, сделаю это замечание, можно? Почему часто мы говорим, упоминаем искусство сновидения и десятую? Книгу. Активная сторона бесконечности. Потому что в конце своей жизни он в этих книгах обобщил все, что написано в предыдущем. Вот с этой позиции второго внимания. Хотя уподробничено все в предыдущем. Подробнее в предыдущем. Если надо углубить и расширить, как говорил великий генсек, углубить и расширить, так сказать, то лучше углубить и расширить десяти книжек. Понятно, да? Да, вот вам в Карловской стене этот сводный процесс трех этих процедур. Третий шаг этой процедуры. Вопрос. Какова значимость вашего прошлого? И независимо от того, что вам отвечает Приклир, продолжайте задавать этот вопрос до тех пор, пока его прошлое не потеряет важность. Дон Хуан 150 тысяч раз идет узнавать. Да, это саентология, 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 саентология. Да здравствует Дон Хуан, родоначальник саентологии. Нет, он даже не в курсе этого. Это Хабарду удалось наебать всех. Вообще, не жили в одно смысл. Да, да, он замаскировал это все. С точки зрения Макарова, конечно, рыба. Что? Рыба. Рыба и щита. Да? А он рыба, да? Конечно. Да. Точно рыба? Да. Так и вообще вся эта психотерапия, это как пройти и справиться с постулатом, где я не могу взаимодействовать, я должен быть зависимым. Давайте дальше. Затем задайте вопрос, какова значимость вашего будущего? Или используйте слово цели, если Приклиру это будет понятнее. Какие у вас цели на будущее? И продолжайте задавать этот вопрос до тех пор, пока Приклир не почувствует, что может совершенно свободно вести жизнь без каких-либо планов. Карлос Кастанеда воплодил. Примечание. Проблема настоящего времени проще всего разрешить. И они идут в никуда. Поэтому воин выбирает путь сердца. У них есть одна особенность у всех путей, они идут в никуда. Поэтому воин выбирает путь сердца. Обратите внимание на постулат изначального знания. Есть только один путь, другого пути нет, ничего больше нет. Поэтому пора эту анестезию закончить и закончить свой путь. И больше не ходить ни по каким путям, аначе что сотворчество с Богом. При одействии, аначе сотворчество с Богом. И прекратить заниматься прохождением путей и поиском путей. Достаточно. Изначально знание говорит сразу достаточно. Никакого пути нет. Есть методика и инструменты реализации этой методики. Все, больше ничего нет. Понимаешь? Примечание. Проблему настоящего времени проще всего разрешить, исправляя обладание Приклира в отношении предметов и людей. Причастных к этой проблеме. Пусть Приклир смакапит их в подходящей для принятия форме и примет множество таких макапов. Затем пусть он смакапит их в подходящей для отвержения форме и отвергнет множество таких макапов. И так до тех пор, пока его уровень приятия и уровень отвержения не станут одинаковыми. Петрович, если понятно, почему в сентологии ребенок выкинули замаскировать? Конечно, именно эти были. А не для того, чтобы людям непонятно было. Конечно. Замаскировать от Карла Сыгра. Так новыми терминами изменена об абсолютно верность. Да, вов свою дефиницию. Чего ж книги поют? Да. Да, и сразу стоят, смотрят, чтобы ты только этими дефинициями пользовался. Словари изданы. Словари изданы. Языка саентологии. Никому, кроме саентологов, этот язык, где был понятен, среднеатлантическая традиция. Помните, афенский язык? Еще одно доказательство того, что это, опять же, Карлос Кастанаде. Потому что самая древняя среднеатлантическая традиция, которая существует, сохранилась в виде Карлоса Кастанаде. Древней нет. Третий период деградации. Извини, считать, боговодит. Но это как раз момент договоренности. Это момент соглашения. Еще нет третьего периода деградации. Момент соглашения. А потом и пошла жара. Поняли, да? Откуда переходники, второй этап, понимаете, появляются на планете Земли? Не понимаете? Объясняю. Есть люди с разными способностями. Наши предки и коренное население Земли. Чтобы учить коренное население Земли, нужны переходники. Понимаете, да? Они же и есть тренировочные машины. Поняли? Вот так возникает второй период деградации. Как только мы начали их учить, возник второй период деградации. Прежде чем ездить на машине, сначала тренажер. Конечно. Тут вот переходники возникли. Так американцы сейчас вообще что-то такую форму обучения показывают? Перешли. Да? Сначала... Компьютер, да. Эта форма обучения очень хорошо показана в фильме «Такси». Первая часть, когда он говорит, почему, когда я, сука, за компьютером, я шумахер, блядь. А как только сажусь за руль, блядь, 28 раз сдавала права. Да. Успомни, эта форма обучения хорошо показана в фильме «Такси». Да. 100%. Понятно, да? Все предельно, ясно. R230, да? R230 – определение безопасных местонахождений, или СРП-8Д. СРП-8Д. Этот процесс используется в интенсивной процедуре лишь в двух целях. Чтобы уладить ситуацию с каким-либо человеком, с которым приклир в данное время связан, то есть проблему настоящего времени. Либо чтобы разобраться с наймом на службу телу, то есть состоянием, когда какая-то часть тела, скажем, зубы, глаза, желудок и так далее, заставляет это наслужить ей. Если вы работаете с проблемой настоящего времени, то в команду подставляют имя того человека, который связан с приклиром. Какое местонахождение, там, Василий, Пети, было бы безопасным. И какое местонахождение он же счел бы безопасным. Одитор подает только эти две команды, побуждая приклира находить реальные места в мест Вселенной. Если же приклир зафиксировался на зубах или на чем-то в этом роде, одитор спрашивает, Какое местонахождение зубов было бы безопасным? Да. Какое Ваше местонахождение зубов сочли бы Вы безопасным? Если приклир не может экстериоризироваться после нескольких часов процессинга, следует заподозрить, что имеет место наем на службу телу. В этом случае следует работать с той частью тела, которая больше всего беспокоит приклира, поскольку именно она втянула тетана внутрь. Эту проблему можно пройти, и с помощью разновидности описательного процессинга R2-34 команда будет такой. Насколько близким к Вам сейчас кажутся Ваши зубы? Используется только эта команда. В нее подставляются такие части тела, как голова, гениталии, зубы, либо само слово тело. Знаете о чем это, да, Кастан? Работа со смертью, помните? Ну, как оно называется еще раз? Определение безопасных местонахождений. Это работа со смертью. Смерть всегда как? Справа от человека, да? Слева. Слева от человека, да. Справа точка сборки. Слева от человека. Это работа со смертью. Воина и смерть. Воин и смерть, да. Она советчик главной смерти. Я же не знаю, какую книгу написать. Все книги о смерти, да. Они все до одной смерти. В Карлоскостанаде о смерти. О смерти. Это советник смерти, да. СРП-8D? Да, или СРП-8D. СРП-8D, да. Факторы СРП-8D. Работа со смертью, работа со смертью. Нахождение безопасных мест. Р-2-31. Процессинг бытийности. Сейчас начнется. Процессинг бытийности. В том, что касается как умственных, так и физических компульсий, есть одно важное правило. Если тетан делает что-то навязчиво или компульсивно, побудите его делать это селф-детерминированно. Это правило применимо к машинам, привычкам, подергиваниям и т.д. Существует градиентная шкала экстериоризации, которую можно описать следующим образом. Первое состояние. Тетан не находится в контакте с какой-либо Вселенной. Затем тетан находится в полном контакте со всей Вселенной. Затем тетан находится в контакте с частью Вселенной и полагает, что остальная ее часть ему недоступна. Затем тетан находится во Вселенной, но не имеет контакта ни с одной ее частью. Затем тетан неосознанно находится в контакте с огромной частью Вселенной. Первое состояние было бы подлинной статикой. Последнее состояние саентологи между собой называют размазан по всей Вселенной. Все это справедливо не только для Вселенных, таких как МЭС, Вселенная, но и для физического тела. Тетон, который уже прошел весь этот цикл в отношении Вселенной, может следовать той же самой шкале, но уже в отношении тела. Поначалу он не будет связан с физическим телом. Затем он будет время от времени вступать в контакт с телами. Затем он зафиксируется на каком-то одном теле, но будет экстериоризирован. Затем он будет интериоризирован в тело, но сможет легко экстериоризироваться. Затем он будет находиться в контакте с телом и будет в него интериоризирован, но не будет находиться в контакте с различными частями тела. Затем он окажется в навязчивом состоянии, размазан по всему телу. Затем он будет навязчиво и неосознанно притяну к какой-то небольшой части тела и так далее. Это градиентная шкала, которая включает в себя инверсию, а затем инверсию инверсии. Одитор обнаружит, что разные приклиры экстериоризируются совершенно по-разному. Некоторым приклирам довольно легко экстериоризироваться, даже если у них темное поле. Другим сложно это сделать даже после того, как одитор проделает значительную работу. Затруднения с экстериоризацией определяются тем, на каком уровне инверсии находится приклир. Один из самых сложных для работы уровней характеризуется тем, что приклир настолько инвертирован, что полагает, будто им управляет какой-то другой тетан. Иначе говоря, тетан, который действует в теле и на самом деле управляет этим телом, через различные скрытые коммуникационные линии, настолько сильно верит в то, что он тело, что считает себя или любую форму жизни в своем окружении каким-то другим существом. Если начать обсуждать с таким приклиром тему тетана, он, скорее всего, скажет одитору, «Я нахожусь вот там». Это чуть ли не единственный показатель, по которому одитор может судить, что приклир считает себя телом и полагает, что им управляет какой-то другой тетан. Очень часто одитор будет полагать, что он экстериоризировал такого приклира, но услышит от него только следующее, «А я вон там». Тетан, который знает, что он тетан, всегда находится здесь, и он никогда не находится там. Однако отличительная особенность, которую одитор будет сразу наблюдать у каждого приклира, испытывающего трудности с экстериоризацией, и которая позволит одитору поставить диагноз, связанно с бытийностью. Приклиром, который находится на низких уровнях инверсии, очень трудно быть кем или чем бы то ни было. Они находятся ниже уровня быть телом. Поэтому, если бы такой человек с уверенностью утверждал, что он является телом, это бы означало, что он очень высоко поднялся по шкале. Приклира, которому трудно экстериоризироваться, нужно поднять по шкале до уровня, где он сможет быть телом, прежде чем вы сможете экстериоризировать его из тела. Иначе говоря, одитор, который стремится экстериоризировать кого бы то ни было, должен поднимать своего приклира по градиентной шкале контакта. Один из наиболее легких способов поднять приклира по такой шкале заключается в использовании процессинга бытийности. Как ни странно, процессинг бытийности – превосходный способ достичь экстериоризации. Я говорю, как ни странно, потому, что в каком-то смысле процессинг бытийности – это процесс, в котором используется искажение как естьности. Как естьности. Как естьности. Как есть. Да, а вот это как есть искажают. Если кейс приклира чрезвычайно инвертирован, необходимо поднять его до того уровня, где он сможет отождествлять себя с чем-то. Бытийность – это, по сути, отождествление себя с каким-либо объектом. Команды, используемые в процессинге бытийности, поначалу должны касаться предметов, находящихся поблизости от приклира. Одитор просит приклира оглядеть комнату одитинга и выбрать какой-нибудь предмет. Предположим, стул. Одитор использует для этого следующую команду. Оглядите комнату и найдите какой-нибудь предмет, против присутствия которого вы не возражаете. Всегда помните о том, что когда одитор задает вопрос, приклир должен на него ответить. Если одитор задал такой вопрос, который вызывает у приклира неимоверно длинную задержку общения, то одитеру можно только посочувствовать. Приклир все же должен ответить на вопрос. Таким образом, когда подается команда «найдите что-то против присутствия чего вы не возражаете», необходимо, чтобы приклир на самом деле обнаружил хоть что-нибудь, хотя бы пылинку. Вслед за этим одитор просит приклира «найдите что-нибудь еще, против присутствия чего вы не возражаете». И когда на этом уровне процессинга задержка общения исчезнет, одитор выбирает какой-нибудь предмет, в отношении которого приклир чувствовал себя комфортно, и говорит «вы верите в этот стул?» «Хорошо, чем еще без возражений с вашей стороны мог бы быть этот стул?» И когда приклир ответит, одитор снова задает тот же самый вопрос в отношении того же самого предмета и продолжает задавать вопрос до тех пор, пока не исчезнет вызванная им задержка общения. «Чем еще без возражений с вашей стороны мог бы быть этот стул?» Затем одитор выбирает другие предметы, находящиеся в комнате, и использует тот же самый вопрос. «Чем без возражений с вашей стороны могла бы быть эта кушетка?» «Чем еще без возражений с вашей стороны могла бы быть эта кушетка?» И когда приклир будет совершенно не против позволить чему угодно в этой комнате, в том числе стенам, потолку и полу, быть множеством разных вещей, одитор спрашивает, «А чем без возражений с вашей стороны могло бы быть ваше тело?» Независимо от того, что отвечает приклир, одитор снова спрашивает, «А теперь скажите, чем еще без возражений с вашей стороны могло бы быть ваше тело?» И в конце концов, когда приклир будет в состоянии выполнять все вышеперечисленные команды процессинга бытийности, одитор дает команду, «Теперь найдите что-то, чем вы не возражали бы быть!» И поскольку это та самая команда, ради которой одитор и проводит весь процесс, ее следует использовать на протяжении очень долгого времени, спрашивая снова и снова, «Чем еще вы не возражали бы быть?» Проводя процессинг бытийности, вы обнаружите, что механизм победных вейлансов проявляется во всей полноте. Предположим, перед нами тетан, который был пойман в теталовушку. Спустя какое-то время он решает, что сама ловушка – это то, что выживает. Иначе говоря, именно движение ловушки привели тетана в движение. Поэтому теперь он думает о себе исключительно как о ловушке. Именно так любой тетан становится чем-либо, из-за того, что вибрации, возникающие рядом с ним, приводят его в движение. Поначалу тетан не возражает быть ловушкой. Но через некоторое время, если попросить его быть ловушкой, а потом быть тетаном, а это не процесс, вы обнаружите, что между этими двумя шагами находится ужасающая апатия. Хотя тетан чувствует себя вполне комфортно, будучи ловушкой, но когда он начинает восстанавливать свою собственную идентность, он оказывается так низко на шкале тонов, что испытывает невыносимую, мучительную апатию. Проведение процессинга бытийности восстанавливает различные вейлансы, которых тетан пытается избегать. В качестве примера из жизни рассмотрим женщину, которая не справляется с домашними делами. Хотя она умна и способна в большинстве областей, мы обнаруживаем, что она не умеет подметать, заправлять постели и даже делать покупки. Мы обнаруживаем, что ее мать была замечательной домохозяйкой, замечательно готовила и замечательно делала покупки. В этом случае мы также обнаружим, что единственный человек в мире, которым Притлир не хотела бы быть, это ее мать. Иначе говоря, поскольку эта женщина не способна быть своей матерью, она не способна быть всем тем, чем могла бы быть или что могла делать ее мать. Другими словами, вейланс, это, кроме всего прочего, набор способностей, в кавычках. И если человек не в состоянии быть кем-то или чем-то с какими-то конкретными способностями, он оказывается не в состоянии овладеть этими способностями. И в одном этом скрыта причина неспособности. Когда вы будете проводить процесс инкбытийности, вы заметите, что воображение Приклира в значительной степени восстановится. Для проведения этого процесса требуется умелый и терпеливый аудитор, который готов сглаживать каждую обнаруженную задержку общения, повторяя тот же самый вопрос снова и снова, и каждый раз дожидаясь конкретного ответа. Это не тот процесс, который можно начать и не довести до конца. Я не совсем могу понять, как у меня липнет один из вариантов перепросмотра и создания энергетического двойника из искусства сновидения. И это еще не все. Самое главное, что здесь это поэтапный механизм принятия необходимости оборачивания для того, чтобы вступить в общение. Это сказки о силе. Второе кольцо силы. Второе кольцо силы книга. Где, помните, ворона, что надо быть вороной. Я не могу быть вороной, поэтому я не могу вступить в общение с вороной. Поэтому мне нужно сначала поэтапно научиться быть чем угодно, для того, чтобы иметь возможность с этим вступить в общение. Понятно. Это сказки о силе. Второе кольцо силы двойника книги Карлоса Кастанеды, где это очень подробно описывается. Обратите внимание, достаточно, наверное, на сегодня. Обратите внимание на очень интересный момент, что у Карлоса Кастанеды все-таки тренировка происходит в процессе жизни и деятельности. А у Хаббарда от случая к случаю. И поэтому саентология не работает. Не работает. Это очень, кстати, интересный момент. То есть вы это найдете и у Шевцова. Вы это все найдете и у Шевцова, которое называется Первая видогонь. В книжке Первая видогонь. Как раз в книжке Первая видогонь это все и описано. Тоже Карлос, да? Да, это Карлос Кастанеда. Итак, переходим в стадию интервью. Мы отработали достаточно большой промежуток этого времени. Завтра будем продолжать. Проверять соответствие терапии Карлоса Кастанеда и терапии, так сказать, саентологии. Итак, первое слово Толику. Что ты думаешь на проделанной работе? Дайте оценку сегодняшнему дню рабочему. Спасибо большое, Олег Викторович. Конечно, без ваших пояснений наверное, нереально было бы разобраться в этом все. Потому что нужно действительно посвятить такие огромное количество времени плюс инструментарий имеет соответствующий, чтобы все это разгрести, оценить и как бы действительно проникнуть в суть явления, что, откуда, чего пошло. Спасибо вам большое за пояснение. Сережа. Три дня работы титанической. Расстановки по хеллингу, гештальтерапия, саентология практически в полном объеме справочный. Показывают триумф прикладной науки и как можно с помощью прикладной науки докопаться в доистинное. Все это вычлепить. Это мира славянская? Да. Методом явления здесь все прямо наружу вылазили. Теперь мы точно знаем, кто такие саентологи, откуда они деградировали. Ребята, это реально деградировавший Карлос Костенденов. Это следующий этап деградации Карлоса Костенденова, приведенный в систему. Да. Вы помните, таинства славянские были бесконечны. Бесконечны. Теперь они стали что? Временными. То же самое. Было бесконечное учение Карлоса Костенденова в процессе жизни здесь. Теперь оно стало конечным в виде саентологии. Вот два примера параллельно. Таинства были бесконечны, славянские. Они и сейчас бесконечны. Для вас бесконечны, кто изучает изначальное знание. А для всех остальных мы причащаемся на пасху. Пасхидизм. Да, пасхидизм. 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 Понятно, да? То же самое здесь. Было бесконечное учение Карлоса Костенденова 2-3 периода деградации. То есть это уже опученные племена нашими предками передают сквозь призму понимания и пятикантроба. Дано все. Понятно, да? При этом тренировка в процессе жизни и деятельности сохраняется. Ничего не меняется. Изначальная традиция поддерживается в полном объеме. Только тренировка в процессе жизни и деятельности. Карлоса Костенденова исключительно тренировка в процессе жизни. Это единственная книга, которая вообще эту теорию поддерживает. Больше таких нет в мире. Больше нет в мире. Все остальное уже статический вект. То есть пришедший в точку опоры. Понятно, да? И вот вам, пожалуйста, следующий этап деградации это превращение этого, что в состояние от случая. к случаю. То есть если раньше воины жили воинским искусством, теперь они ходят в тренировки. Три раза в неделю. То есть если жизнь была воинское искусство, для воина была жизнь воинское искусство, то теперь это три раза поход в зал. И если я не могу себе позволить три раза в неделю ходить в зал, я в сумасшедшем доме. Понятно, да? Вы же помните, наши предки не ходили в спортзалы и не ходили. Спортзалов не было, да? Притом бились. Лучше, чем бьются все ну как бы сейчас, да? Почему? Жизнь была тренировкой. Жизнь как молитва и так далее. Вы же помните. Постамент. Жизнь как молитва. Вот такая ситуация. Допросы еще. Все за два дня увидели мощь инструментария славянско-прикладной науки. Мира инструментария. И дешифратор показал, что безошибочная идет диагностика и аплодисменты. Большое огромное спасибо. Благодарю. Жень, Ваш. Ну вот слово об инструментарии. В самом начале Лада показала какие-то картинки, которые мне напомнили фильм Кинзадзал. Те темные по планету абсолютно абсурдную, придурочную. Куда попали люди. С их непонятным чем-то. Я не могла понять, что это такое. Теперь я понимаю, что эта саентология это результат непонимания Карлоса Кастанеды Хаббардом. Применение, по сути, инструментария, который должен привести к познанию мира через меру на психически больных людях, которые, может быть, как-то помогут психически больным людям, но здорового человека они могут загнать просто в трудом с такими процедурами. Вот что и саентология. Ну, вот, в общем-то, ты сейчас меняешься по-возьму. Ты сейчас меняешься по-возьму. Я сейчас меняюся по-возьму. Я сейчас меняюся по-возьму. Жень, я хочу, чтобы ты осталась в рамках твоего мнения. Я этого не говорила. Я тут не соглашусь, что Хаббард не понимал. Мне кажется, извращение трудов Карлоса Кастанеды он их не извращал, он их систематизировал. Ну, систематизировал, говорю, ну, чуть перевернул, зашифровал. Нет, он их не переворачивал, но четко. Тут все прямо. Ну, я систематизировал, но результаты шли. Нет, ребята, смысл, в чем я говорю, это следующий период деградации. А мне кажется, это просто его месть. Людям нет? Нет никакой мести людям, это просто бизнес. Его же загнали на дорогу. Он общественный деятель. Есть очень хорошая песня. Он общественный деятель. Он общественный деятель, он продавец, он бизнесмен. И он очень неплохой психиатр. Очень неплохой психиатр. И фрейдист, и так далее, и тому подобное. И он понял, что если систематизировать труды Карлоса Кастанеды и превратить их в терапию, на этом можно кое-что поиметь. Да и вот, вот и все. Чистый бизнес. Ничего личного. Чистый бизнес. Валя. И этим бизнесом занимаются миллионы людей. на планете Земля. И это ужасно, потому что все это приводит еще больше к психиатрической операции, в которой люди находятся. В пятый период деградации уже полная деградация, уже использование там протеза, которая продолжает еще хуже и хуже. Интересно, какой будет шестой период? Не будет шестого, их всего пять. А, нет, нет, нет. Да, уже сейчас сборка пошла в обратку. Сборка в обратку. Это ужасно, потому что имеем дело опять же с осколками. Тот же самый, косомый, даже это осколок. Нет, это не осколок, это достаточно стройная система третьего периода деградации, воспринятая через призму восприятия неких нагвалий, то есть людей, жрецов, которых подготовили наши предки, а я уверен, что наши предки их не готовили. Это атланты, то есть это уже смесь урайской и нашей цивилизации, как бы, они же переселились туда, в Мексику, как бы, после взрыва Атлантиды, ну, погибели Атлантиды. Они их подготовили, это чистое, в чистом воде, как слеза чистая среднеатлантическая традиция, энергетическая, вы же понимаете, да? И поэтому Дон Хуа передал Кастанеде чистую традицию, чистую традицию, но, так как Кастанеда жил в пятом периоде деградации, дебил, он этому дебилу объяснял, и в конце концов он ему сказал, что, что он разочарован, что нихуя не получилось, ничего не получилось, потому что он долбоеб. не получилось из него сделать на Гваля. Не стал он на Гваля в Карловской Ставе. И традиция прервалась. И традиция Традиция прервалась среднеатлантическая. Ну, линия Дона Хуана. Линия Дона Хуана прервалась. А что, больше учеников нет? Нет. Никто, никакого акции нельзя на Гвалю иметь больше одного ученика по линии передачи. Ты должна была читать Карловской Кастанеды всего, чтобы слышать это. Он выбирает одного человека, которому он передает это, чтобы сделать из него на Гвале. А у вас какие цветы у вас? А никто не знает? Никто не знает ни у Кастанеды, ни у этого. В фильме о нем черно-белое. Да, в фильме о нем черно-белое все. Среди фотографии Карлоса не встал. Но он такой мексиканского ты, пожалуйста. Мексиканца не встал Каригу назвали. Ребят, я вам уже все испанского. Помните? Испанского, да. Ребят, речь идет о том, что мы в общем-то увидели, что мы сделали за это время. Мы поняли, откуда появилась Саентология. Мы поняли, это самое главное. И если вы хотите изучить Карлоса Кастанеду, прочитайте сначала Карлоса Кастанеда, потом всю терапию Хаббарда и сравните это, вы увидите, это одно и то же. Только это настолько деградировало в пятом периоде деградации, что превратилось вместо тренировки в процессе жизнедеятельности в тренировку за деньги от случая к случаю. Это что еще? Алиса. Ну, Олег Ильич, я очень восхищена вашей работой, потому что эти все дни, особенно сегодняшние, это величайшее ваше открытие. Да это открытие я сделал первое в течение времени назад. Вы это продемонстрировали на доске, причем я тоже читала Кастанеду, и я помню все то, что говорил Валерий Валерьевич, и оно действительно все так и есть, все, что там написано. И это действительно огромнейшее спасение для людей, чтобы вы открыли глаза людям на то, что они изучают с инстаграмом, педагогом, людям, которые изучают Карлоса Кастанеду. В общем, я уже сразу увидела, как Хаббард рвет себе на голове волосы и говорит, нет, нет, не нужно этого делать. смысл, я бы не разговаривал, смысл в общем. Дело в том, что когда Хаббард изучал Карлоса Кастанеду, я это прямо вижу, у него появилась мысль о том, что это не продается. То есть, то, что делал Дон Хуан с Карлосом Кастанеду, за это в Америке никто денег не заплатит. Но это можно превратить в товар. Это можно превратить в товар. Систематизировать это, очистим от вот этого и сделать это от случая к случаю, тогда никто не заметит, что это Карлос Кастанеда. И это будет покупательным, покупабельным. Понимаете? Вот в чем Пропубликован. Он по сути своей нашел бизнес-решение. Он нашел бизнес-решение. Всего лишь на все. И здесь не могу не уважать его взгляд финансиста на этот вопрос. Не могу не уважать. Леш, тебе слово. С точки зрения замысла санитологии создать, они свою задачу выполнили. Да, они свою задачу выполнили. Одна из самых богатых церквей на сегодняшний день. Как оно работает или... А то, что Карлос Кастанеда родоначальник этого всего это и тот, кто по сути дал им возможность зарабатывать это бабло, я вам скажу так. Я вам скажу так. Дело в том, что этому тоже есть что? Объяснение всегда. Дело в том, что Карлос Кастанеда не был бизнесменом. А, так сказать, в Хаббар был исключительно бизнесменом. И вы помните, во всех был такой человек, который создал бухгалтерский учет. Это человек, который, если бы он был великим финансистом, одним из советников королевы Великобритании по всем вопросам, некий человек, который написал книгу аксиомы бизнеса. Так вот, он говорил, что те, кто создали ксерокс, заработали три копейки, а те, кто продавал ксерокс, заработали все остальное. Валя. Это его слова, этого человека. Обратите внимание, куда эмигрировал Хаббард из США почти сразу после создания Саинтолу. В Великобритании прожил там практически до последнего дня своих. Пока английские власти его не вышвырнули за свою территорию. И он пересел на корабль и хайплал. Потом он привернулся в США, оккупировал штат, внедрился везде, всем заплатил взятки и оккупировал целый штат и там заработал основную сумму денег, умножил капитал многократно. Потом и по сей день по сей день штаб-квартира Саинтологии находится в Сент-Хилле. Сент-Хилл, вы знаете, это Великобритания. Это Великобритания. То есть Сент-Хилл это Великобритания. Их не основная штаб-квартира Великобритания. То есть вы понимаете, да, в чем как бы я. Я думаю, что его побег из Великобритании это часть плана, финансового плана дерзкого, его финансового замысла. Никто его из Великобритании, как вы понимаете, не выгоняет. Это тоже очень интересный момент. Игорь Николаевич, что ты скажешь? Как раз подтверждение того, что Xerox, кто создал, кто продает, видно по нашей науке, когда продаются диски в России, в Европе. Кто-то зарабатывает на наших семинарах, на всех дисках. Они скачают снотрекеров, а мы сейчас им не дали возможность скачать, у них жаба сейчас. Вот эти три дня показывают очень хорошо. А редкость наших дисков, которые мы не дали им снотрекера качать, повышает их стоимость. Цену просто. Пусть худеют. Мы тут работаем, не покладая руку, один худеют. Еще одна вещь, которая вытекает из трех дней. Проделанная работа, то, что касается диагонального сноса. То есть подтверждение тому, что любое учение, которое на этой планете было, оно будет искажаться уже начиная даже с первых учеников. Не важно, это апостолы, или это последователи Дона Хуана, или это наши ученики. То есть я просто себе думаю сейчас немножко как бы у нас сейчас условия такие созданные, мы как бы вместе. Сейчас я думаю немножко, если бы допустим спроецировать такие условия кого-то отдельно, я думаю все равно бы уже было какое-то искажение. У этих бы учеников было бы еще бы искажение. Через какой-то промежуток времени уже было бы совсем другая наутра. Это как вот за дворянскую сечь, вы говорите это. Я не скажу, что не нужно далеко ходить. Ты, Игорь Николаевич, абсолютно прав. Зачем нам кого-то отдельно от нас, когда у нас есть человека, который отдельно от нас, Оксана Николаевна, вы видели, что началось. Вы видели, что началось. Своя прикладная наука, своя традиция, свои висы, все свое. Пятый период деградации. Да, вот Леша поспочтал, Паша, вся служба без них, ты в курсе, вся служба безопасности в курсе. То есть Оксана Николаевна, достаточно ей было уехать, два года она пожила почти полтора в отдельности от нас в Кировограде и вдруг резко и захотелось заниматься прикладной наука. То есть механизм понятен, то ты прав абсолютно. Дим, тебе слово. Скорее всего лучше то, что непосредственно Хабар, да, прям активно. Учение, как у вас, это способ зарабатывания денег, ты приводил из своего рода учения в бизнес. Топить эти ванны. Нет, топить на меня не надо, я просто, ребята, вы должны знать, о чем, с чем. Ребят, вы должны, почему сегодня, почему сегодня, в общем-то, а Хабард эталон для копирования всех бизнесменов, почему бизнесмены, вы должны понимать. То есть, потому что это образец американской мечты, наворовать и убежать далеко-далеко, то есть в Сент-Хилл. Этот человек, реализовавший американскую мечту, он наворовал у Кастанеды и убежал далеко-далеко, и он эталон для копирования, то есть он пример для подражания. И все американцы, почему так любят саентологию, почему все наши бизнесмены, все любят саентологию, потому что она, что, дает, по ихнему мнению, неоспоримые преимущества перед другими людьми. Оль, тебе слово. Жалко, конечно, что я не присутствовала на исследовании, но я там с самого начала. Ну, что нужно сказать, Олег Викторович? Ну, я вот смотрю там на саентологов, там все-таки сталкиваемся мы с ними по работе, ну, как бы на другой стороне баррикад. Ну, то, что я вижу, это не то, что саентология не работает, она приводит человека в состояние полного кретина, вообще полнейшего кретина. И я вот встречалась с одним человеком, одна прочитанная книжка по саентологии сделала из него пустой идиоты. Вот и все. А прикладная наука, ну, просто вот смотришь на людей, чем больше занимаешься прикладной наукой, тем больше смотришь на людей, и понимаешь, что вот у тебя есть ответы на все их вопросы. И этих ответов они слышать не хотят, потому что это делать придется. Да, 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 все это дело. Выводы вызываются миномы? Нет. Никаких? Все вы читали книжку, все вы помните, все это. Олег Викторович, огромное восхищение вами. Мне очень нравятся научные исследования, проявляются причинно-следственные связи, как деградировали осколки изначального знания. Понятно, что все пути они ведут изначально. Но кто-то предпочитает, конечно, жить во тьме, и изначальный белый свет очень слепит у глаза, но это и выбор для каждого человека. Хотите, я вам скажу одну интересную вещь, которую вы не заметили опять? Ну, в силу этого зрения у вас еще, Михаил, вот это умное не то. Слушайте внимательно меня, и попробуйте выникнуть в то, что я сейчас скажу. Одна процедура Карлоса Кастамеда, неправильно понятая в Соединенных Штатах Америки, запустила механизм гештальтерапии. Это управляемая глупость. Одна непонятая процедура Карлоса Кастамеда, идея управляемой глупости, запустила такое явление, как гештальтерапия. Запомните раз в этом себе. Все психологи США берут свое начало в Карлосе Кастамеда. Запомните это на всю оставшуюся жизнь. Ничего больше нет. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что психологи США никогда не проводили научных исследований в области прикладной психиатрии. Поэтому единственное, что они могли сделать, это скопировать чье-то, кроме учений, Монро, Карлоса Кастамеда и Хаса Сильвы, копировать нечего. Поэтому все они берут начало. То есть один механизм управляемой глупости создал гештальтерапию. Это учение о прекращении модели поведения до того, как вас отъебут за это. Это называется механизм управляемой глупости. Это неправильное понимание механизма управляемой глупости. Вот гештальтерапия вышла из одной процедуры Кастамеда. Механизма управляемой глупости, которую они не смогли осознать, принять и понять. Поэтому вся терапия гештальтерапия понятно, да? Поняли, да? Что касается расстановок по Хеллингеру, что касается расстановок по Хеллингеру, расстановки по Хеллингеру тоже вышли из Карлоса к Астамеду. Это активная сторона бесконечности. Это десятая книга. И философия, изложенная в этом, это понимание Хеллингера десятой книги Карлоса Кастамеда. Всего лишь на все. Подтверждает то, что психолог Кастамеда. Субтитры создавал DimaTorzok Кастамеда.